Здравствуйте, уважаемые зрители, Сависервал, и мы продолжаем проходить побочный сюжет Дизгайя. Как и поводить в прошлой серии, мы остановились посередине всех битв в Демоническом Зеркале. За кадром я прошел еще одну, она по сути не особо отличалась от последней, которая была с Клериком. Она была с Падшим Ангелом, у которой в руках был, внимание, легендарный топор. И когда я увидел его, я понял, что я не могу пройти мимо такого сокровища. Естественно, я его украл, и более того, создал под него персонажа. Знакомьтесь, гора. 99 тысяч атаки. Да... Конечно, это заняло мне некоторое время, но тем не менее, да, за кадром я подготовил его к нашим дальнейшим похождениям. И как видите, вот, пожалуйста, он по сути не особо отличается от остальных наших членов команды. Что я себе представляю от его топор? Да... Почти 4 тысячи атаки. По 750 каждого стата базово, кроме хита. Неплохо. Самое главное, что меня в нем устраивает, это, во-первых, нулевая редкость, что, в принципе, является максимальной редкостью в игре, и это тоже отдает кое-какие плюшки. И более того, у него 12 максимальное население. Это тоже очень здорово. Потому что потенциально в нем может сидеть 12 специалистов. То есть, учесть, что, например, в нем потенциально может сидеть 12 гладиаторов по 20 тысяч каждый, ну, как бы, это неплохо так атаки ему накинет. Это, конечно, верх задротства, на самом деле, уже, но я не буду этим заниматься в течение основного сюжета. Я не могу, конечно, заняться после основной игры, но я не думаю, что я буду этим заниматься, так как это займет слишком много времени. В любом случае, вот такие изменения произошли за кадром, да. То бишь, я пропустил одну битву, уж простите, я не стал вам ее показывать, это совершенно случайно получилось. То есть, я хотел вам ее показать, но, к сожалению, сейв почему-то куда-то затерялся, и, в общем, в итоге теперь мы имеем то, что имеем. В итоге, добро пожаловать в дальнейшие битвы. Давайте-ка взглянем на нее. Нам остается еще две. И давайте посмотрим, что они себя представляют. Адель, а ты что здесь забыл? Хм, он не похож на остальных. Он не выглядит, как демона. Хм, не важно, как ты выглядишь, самый сильный всегда победит. Хм, не важно, что ты делаешь. Давайте сделаем это весело. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Да... Да... Принц, что-то пришло! Одна девушка? Она очень красивая, не такой девушкой, которой ты. Она выглядит как ужасно. Эта мощная аура! Она не обычная дебютант. Очень хорошо. Она довольна противниками. Я, Ла-Харо, сделаю ей кричать перед мной! И да... Она чертовски сильна. И да, это главный герой второй части игры. Познакомьтесь. Ну и, собственно говоря, Адель рядом с ней выглядит несколько слабее, чем Руза, но тем не менее... Да... Помучиться нам здесь придется, можешь тебе поверить. И здесь мы начнем сразу же с кражи Немезоса, иначе мы просто поляжем под ее огнем, потому что она просто не поперхнется нами. И так, сильно ли это ослабило ее атаку? Практически в два раза! Угу. Чтобы вы понимали, насколько сильно это оружие влияет на ее атаку. И так, ноу-лифтинг, да? Ну, с этим мы разберемся как обычно, в принципе. Юрик, продемонстрирую, как это делается. Только дайте-ка я уточню, конечно. Ты находишься здесь, да? Ты находишься здесь. Отлично. Естественно, мы избавляемся от всех гео-символов, потому что восстановление 20% в Envy Boost X3 это не то, что мы хотим видеть на этой битве, поверьте мне, дорогие зрители. Ну, даже Адель и заденем неплохо. Не то, чтобы это что-то значило для нас, но тем не менее. Так, теперь, когда мы избавились от мау-лифтинга, мы можем взять тебя. Кинуть, как обычно, вот сюда. И Dimension Slash'ем снести вот тот герсинг. На этом стандартная часть битвы заканчивается, и после этого нам нужно будет сделать кое-что более интересное. Что же, спросите меня вы? Сейчас покажу. Так, для этого мне потребуется... Ммм, да. Угу. Ты останешься здесь, а вот ты... Ты пойдешь сюда. Вот таким вот образом мы с тобой поступим. Попробуем. … Там тебя… Так. Угу. Так. Ага. Угу. Ага. Угу. Закакивая это… Угу. Больше нечего. Ждем. Рип. Ау. Это было больно. Как видите, да, нет свободных церемоний и дот будет по полной, поэтому надо быть очень осторожным. Потому что, если я ошибаюсь, у Грифокса, видимо, слабость как ни была, да? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Тогда мне нужно пести туда явно не Йорика и явно не гору, потому что иначе их просто похоронят динами заклинаниями Аделя. Хорошо, хорошо. Тогда что мы делаем дальше? Мне нужен ты. Ты сделаешь, пожалуй, вот так. Отлично. И теперь Розалина тоже чуть послабее стала, что, естественно, ощутимо скажется на нашем дальнейшем продвижении. Да, пожалуй, это будет... Хотя... Стоп, 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 стоп. Секундочку. Мы сделаем вот таким. Вот так. Вот так. Хотя лучше даже вот так. Ты у нас пойдешь сюда, заберешь гору отсюда, забросишь его отсюда, и он пойдет вот сюда, к Розе, и будет сдерживать ее здесь. О, как-то вот так. Ты у нас слаба к огню. Очень хорошо. Страдай. Бить мы будем очень долго, у него очень много хп, и, соответственно, битва будет ускорена, потому что иначе у нас это заносит слишком много времени. Что же касается Аделя, то его я постараюсь забросить сейчас чуточку дальше от своих основных сил. Просто, чтобы он не мешал. Нам нужно разделить Розалину и Аделя, потому что у Розы есть Омега Хилл, и, естественно, она будет хилить либо себя, либо Аделя, что, естественно, не очень хорошо для нас. Так, тебя мы отправим вот сюда, потому что у тебя есть токены заклинания, и, соответственно, ты сможешь спокойненько им разметать нашу подругу. Стоп, это не инферно, да. Это должно быть не инферно, это должно быть токен кровать. Так, ну и переходим в следующий ход. Ну, жить можно, допустим. Так, тебя нам нужно подлечить, потому что мне нужно все еще украсть вещью Аделя. Иначе мы здесь с ним тоже очень долго будем возиться. Это, по сути, последняя битва в зеркале, и она, как видите, очень мощная. Мощная. Отлично. Так, хорошо, значит, что... Здесь мы делаем следующий ход. Аваланж. И возвращаем все на место. Здесь Гравитон. Здесь Тотен Кроиц. Экзекьют. Все. И вот так мы делаем до посинения, пока Розалина не пойдет в смертью бодрых. Здесь же все несколько сложнее. То есть для начала я хочу, опять же, делать... Вот так? Ты, скорее всего, не затянешься. Да, тебе не хватает одного шага. Хорошо, тогда мы сделаем следующим образом. Вот так. Теперь у тебя по атаке явно слабее будет. Это что-то, естественно, радует. Так, тебя мы закидываем вот сюда. А дальше? Аделя? Ну, а самой Аделя закидываем тоже подальше. Пока что мы с ним будем просто вот так вот не церемонии сбросать его туда-обратно. Ну, ладно, допустим, терпимо. Шейд у нас пока тоже урон терпит вполне себе неплохо. Да, у Розалины большая атака, потом урон проходит не слабый, но тем не менее. Так, что я хочу сделать здесь? Естественно, опять украсть у тебя последнюю твою вещь. Этот астамент. Он явно сильно ослабит тебя. Да. Ну и теперь можно приступать к избиению, собственно говоря. Я думаю, что Юрик у нас будет ходить между двумя группами. Первая группа будет заниматься Аделем, вторая группа будет заниматься Розой. Собственно, его задача будет хилить по возможности, точнее, по необходимости. Ну и также наносить дома. В данном случае я в нем по Розе. В общем, дальнейшую битву я уже буду ускорять. Я сделал все, что мне нужно было показать именно в подробностях. Дальше уже все будет несколько скучно и долго. Просто наслаждайтесь зрелищем. Просто наслаждайтесь зрелищем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оооо! Да, к сожалению, Rose Liberation в данной версии игры выглядит не очень-то красиво, но во второй части анимация этого спыла просто божественная. Не поверюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и следом пал, естественно, Адель. Да, это заняло мне приличное время, не должен заметить. Ну да ладно, в любом случае, вот, пожалуйста, это была последняя битва в Демоническом Зеркале. О, ты заметил? Я не волнуюсь, почему она пришла сюда, все, что важно, это, что я победила. Ай, давай, ты должен научиться, как использовать твою имягию. Может быть, они следующие главные персонажи? Ты идиот! Следующий главный персонаж будет, очевидно, я снова! Ты никогда не знаешь, что все может случиться в Демоническом Зеркале. И за победу в этой битве нам дают, кого бы вы думали, Адель и Розалин, естественно. И, кстати, да, Розалин приходит собственной экипировкой, которая у нее была до этого. И посмотрите на аптитуды. Несмотря на то, что это монстры, это, по сути, пока что самые сильные монстры, которые можно сделать. Их нельзя сделать, но, тем не менее, аптитуды 150% на все статы, это даже больше, чем у Маджина. Другое дело, что, к сожалению, они все-таки довольно бесполезны. То есть, да, у них есть чисто дамаг, но больше ничего. Тем не менее, давайте-ка снимем с тебя все вот это вот. С тебя тоже. Немисис! Это очень мощная штука. И, как видите, это, по сути, оружие для монстров. Оно всегда легендарное, и оно очень мощное. Оно реально самое мощное оружие для монстра. Да, впечатляете, правда ли? Тестаменты, ну, в принципе, есть что-то интересное. А вот Экзодус, Экзодус, это, по сути, те же тестаменты, только сильнее, как видите. Не сильно, но все же. Даже еще сильнее, чем редкие тестаменты. Что, в принципе, неплохо. Поэтому давайте-ка, наверное, мы сделаем следующим образом. Мы заменим их вот так вот, наверное, да? Нет, хуже даже, серьезно. Интересно, почему? Неужели из-за редкости? Ага, вот в чем дело. Об этом я и не подумал. У Юрика два редких тестамента одинаковой редкости. Оба 20. Это значит, что они дают плюс 20% к статам. Ко всем. Понятно. Хорошо, ладно, простите, что прощения. Тогда Юрику мы заменять не будем. Возможно, Наревару можно заменить. Да, вполне, но так как не у нас, наверное, наш дилер, а все-таки гора, то давайте-ка заменим ему. Ему явно пригодится. Да, вполне сойдет, мне кажется. Почему бы и нет. Ну и это мы сами оставим до лучших времен, когда-нибудь нам это обязательно пригодится. Но пока что продадим все, что мы выбили. Не нужно, имею ввиду. Так. И... Проведаем быстренькое демоническое зеркало. Да, я знаю, что было последней битвы, но там есть еще кое-что. После победы над Адель и Розалин вы получаете ультимативную гриндинговую карту. Я серьезно. Вот здесь вы будете качаться просто неимоверно быстро. Хотите увидеть? Ну, я вам сейчас покажу. Йорик был 1266 уровня. Один взмах волшебной палочки и он... 1276, то бишь плюс 10 уровней. Не так много, но если мы будем усиливать этих врагов... А мы будем их усиливать. На минимальных там 350 уровень, не так интересно. Но самое интересное будет, если мы пройдем, например... Stronger Enemies несколько раз. Естественно, вот эти парни станут нам намного больше опыта. Собственно, да. За победу над Адель и Розалин, за прохождение демонического зеркала, вы открываете самую мощную карту для гриндинга, которую можно использовать вплоть до... По сути, до конца игры. Потому что более... Ну, просто здесь не будет более подходящей карты для этого. Можете не поверить. Это большая награда. На самом деле, это значительно ускорит нам процесс прокачки в дальнейшем. Ну и что же. На данный момент, по сути, мы сделали очень много всего. Но пока что на этом буду заканчивать. Что же нас ждет дальше? Дальше нас ждет... Альтернативный Незер и мистическая печать. Их я открою, но не скоро, потому что... Ну, для этого нужны определенные уровни. Я пока что не готов к этому панамеру. Можно, конечно, попробовать альтернативный Незер пройти. Но что-то мне подсказывает, что у меня это займет слишком много времени. И я не хочу сейчас этим заниматься. А вот мистическая печать, да, это будет отдельный разговор. В любом случае, на данный момент все, что мне нужно, это много-много-много качаться, благо карту я для этого открыл. Да, то есть теперь весь вся прокачка будет проходить у меня не в Cave of Ordeal номер 3, где я, как видите, уже очень много всего зачистил, а вот здесь, в Demon Hall Mirror, где у меня теперь будет просто офигенный приход экспы. Ну, а на данный момент предлагаю заканчивать нашу серию и, по сути, встретимся с вами уже в следующей серии, где мы с вами будем заниматься завершением побочного сюжета Дизгайя. Что же, большое спасибо за ваше внимание, дорогие зрители, успехов во всем, удачи и до новых встреч в новых сериях Готики, Дизгайя и на стримах. Субтитры создавал DimaTorzok